This conference will now be recorded. 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 До 2017 года мы могли переносить с вами убытки исключительно в течение 10 лет, а вот уже с 2017 года мы с вами переносим убытки, полученные с 2007 года полностью в течение всех последующих периодов. Ну, я думаю, что это, наверное, очень редкий случай, когда у организации такие убытки накапливаются. Убытки можно перенести не более чем 50%. Налоговая база, которая у нас появится в следующих отчетных налоговых периодах, может быть уменьшена не более чем на 50%. Мы сейчас это с вами посмотрим, как это реализуется. Если еще к тому же мы с вами применяем ФСБУ-18, то в учете мы показываем с вами условный доход по налогу на прибыль, который у нас с вами равен данному убытку по бухгалтерскому учету, умноженным на ставку налога на прибыль. Будем брать мы с вами ставку налога на прибыль 20%. Полученный убыток можно перенести в следующие периоды и уменьшить полученную прибыль в бухгалтерском учете. Таких правил нет. В бухгалтерском учете либо есть убыток, либо нет убытка, и переносить его, соответственно, смысла нет. Его надо показывать в бухгалтерском балансе. При возникновении убытка в налоговом учете мы с вами на практике посмотрим, сделаем именно такую проводку, которая означает, что мы будем начислять с вами отложенный налоговый актив. В том, что в будущем мы не заплатим налог на прибыль, на ту сумму, которую отразим. Но у меня здесь величина х. После отражения в учете такой операции мы увидим с вами некое искажение и исправим это или уравняем, или может быть даже это наоборот, как правило, делается проводкой по начислению условного дохода по налогу на прибыль. В результате этих бухгалтерских записей мы с вами покажем несуществующую фактически сумму налога, величина на которую в последующем будет снижаться налог на прибыль в налоговой декларации. В момент переноса убытка мы сделаем с вами именно вот такую запись. Запись погашен, отложенный налоговый актив, тогда, когда получим прибыль в следующих отчетных периодах. Ну давайте, наверное, попробуем разобрать теперь все это на примере. У нас есть с вами организации по итогам 2020 года в налоговом учете у нас появился убыток. Ну может быть сейчас давайте так, мы когда на семинаре разбираем пример, мы всегда начинаем с чего-то нетрудного. И вот если мы, допустим, скажем, что в бухгалтерском и налоговом учете у нас с вами разные величины убытков, ну можно будет закопаться, можно будет потом поэкспериментировать. А сейчас, наверное, скажем, пусть у нас не будет условно разницы в налоговом и бухгалтерском учете, и убыток и там, и там составляет полтора миллиона рублей. И отразим записи в 2020 году, а когда уже начнем смотреть, что у нас получится в 2021 году, то по итогам первого квартала выйдем на прибыль 500 тысяч рублей. По итогам второго квартала выйдем на прибыль 1 миллион рублей. То есть, наверное, я предполагаю, что вам очень хорошо знаком такой порядок отражения в учете доходов и расходов как нарастающий итог. И, видимо, если мы с вами объединим первый квартал и второй квартал, то получим именно нарастающим итогом прибыль за первое полугодие полтора миллиона. Я сейчас перехожу в листочек стель, где у меня как раз подготовлены такие нитки и таблички, которые нам с вами помогут вот эти вот операции более подробно разобрать. И те проводки, которые мы с вами видели также. Соответственно, вот он наш пример. И мы, наверное, будем отталкиваться от того, а что же у нас с вами было первоначально в 2020 году. Так, начнем с бухгалтерского учета. 99-й счет в бухгалтерском учете. Именно там мы с вами увидим бухгалтерскую прибыль. Договорились, что она будет точно такая же, как в налоговом. Но, может быть, были какие-то доходы, может быть, были какие-то расходы. Если я могу написать, допустим, 6 миллионов, это были доходы по данным бухгалтерского учета, чтобы выйти на такой убыток полтора миллиона, я должна как раз на полтора миллиона больше показать расходов. У нас с вами 7,5 миллионов, и мы видим тот самый убыток в размере полтора миллиона. Что будет в бухгалтерском учете, если мы с вами применяем ФСБУ-18? По данным бухгалтерского учета мы с вами начислим налог на прибыль. Но налог на прибыль на убыток будет означать, что мы начислим с вами условный доход по налогу на прибыль. Он у нас будет равен, опять-таки, полученную убыток, умноженный на ставку налога. Работка будет 9,6804. Здесь мы покажем с вами полтора миллиона умножить на 20%. Кредит 99. Вот такую величину мы с вами получили. Опять-таки, может быть, сразу я сейчас вот эти все данные могла бы и изобразить в отчете о финансовых результатах. Но, наверное, я хочу как раз отталкиваться от того, что нам нужно с вами сейчас посмотреть, а что же происходит в налоговом учете. Ну, в налоговом учете у нас с вами все то же самое. В налоговом учете тоже, допустим, 6 миллионов были доходы, 7,5 миллионов были расходы. И убыток, который мы с вами хотим перенести на будущее. Вот он, по данным налога на прибыль полтора миллиона, не использованный в уменьшении налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет в целях налогообложения в последующих отчетных периодах приводить к образованию вычитаемой разницы. Соответственно, может быть, воспользуясь табличкой, это такая сокращенная таблица по расчету отложенного налога, все вместить не получится, все очень мелко получается. И мы, наверное, будем с вами отталкиваться от того, что у нас, естественно, ФСБУ-18 диктует начислять некие разницы, которые возникают между бухгалтерской балансовой стоимостью активов, обязательств и их налоговой величиной. И мы, видимо, сейчас должны такую разницу увидеть, но мы ее не видим. Мы ее увидим только тогда, когда решим переносить на будущее вот тот самый наш бутылок в налоговом учете. 97-й счет расхода будущих периодов, именно этот механизм, реализован в программном продукте 1С, берет, заберет на себя, возьмет на себя вот тот самый убыток по данным налогового учета, который, конечно же, безусловно, здесь оставаться у нас с вами не должен. В общем, проводка, которую я сейчас пишу, это дебет 97-го счета, кредит 99-го счета. Все проводки делаются в налоговом учете. И, видимо, наверное, мы с вами точно скажем, что такого счета у нас в бухгалтерском учете не будет. В бухгалтерском учете все эти 1 миллион 200 благополучно отправятся у нас с вами на 84-й счет. В результате при расчете отложенного налога мы можем с вами руководствоваться тем, что у нас возникла разница между балансовой стоимостью и налоговой величиной убытка, которую мы с вами переносим на будущее, который сейчас видим на 97-м счете в налоговом учете. Напишу, что это у нас прибыток в НЭУ. Его балансовая стоимость 0, его налоговая стоимость 1,5 миллиона. И мы, конечно же, разбираем на семинаре правила, по которым определяем, а какая разница в данном случае у нас с вами возникла. Для того, чтобы определить, нужно всего лишь из балансовой стоимости, какая бы она ни была, вычесть налоговую стоимость или налоговую величину. Если мы с вами получаем какое-то число со знаком плюс, значит, это налогооблагаемая временная разница. Но, видимо, если из нуля мы вычем с вами 1,5 миллиона, то получим отрицательное значение. Отрицательное значение – это у нас вычитаемая временная разница. Вот, пожалуйста, я эту временную разницу определила. На вычитаемую временную разницу, вот здесь опять-таки, да, можно сказать крест-накрест. Если величина, если разница получается вычитаемая, то мы начисляем с вами отложенный налоговый актив, а если бы у нас с вами получилась налогооблагаемая разница, то мы бы с вами начислили отложенное налоговое обязательство. Вот этот отложенный налоговый актив у нас будет с вами равен. Величина именно убытка, перенесенного на будущее, умноженная на ставку налога на прибыль. Мы с вами получили 300 тысяч рублей, и теперь нам нужно с вами отразить это именно в бухгалтерском учете. В налоговом учете никаких записей по ПБУ-18 мы с вами делать не будем. Отложенный налоговый актив в бухгалтерском учете мы сейчас с вами начислим. И проводка будет, дебет 0,9, актив, тот налог, который я не заплачу в будущем, кредит 68,04, на именно сумму, которую мы с вами посчитали. Отражаю проводку. 0,9 счет, он тоже формируется только в бухгалтерском учете. 300 тысяч по дебету, 68,04, 300 тысяч по кредиту. Ну, давайте, у меня вот нет заготовленной декларации по налогу на прибыль. Мы, наверное, с вами представим, что когда мы будем формировать декларацию по налогу на прибыль, то как раз мы там с вами увидим тот самый быток минус полтора миллиона, и никакой налог с вами начислять не будем. Но, тем не менее, как вот это все мы с вами сможем изобразить в бухгалтерской финансовой отчетности. У меня тут есть отчет о финансовых результатах. Я, может быть, там, не знаю, абстрагируюсь от доходов о расходах и расходах. Ну, скажем, что да, есть у нас здесь какие-то показатели. И вот эти вот показатели дали нам бухгалтерскую. Убыток до налогообложения минус полтора миллиона. Налог на прибыль текущий я беру из декларации по налогу на прибыль. Он у нас с вами равен нулю. А теперь мне нужно по строке 24.12 показать отложенный налог. И я буду руководствоваться тем, что он будет либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Со знаком минус будет тот налог, который я заплачу. То есть получается, я в будущем заплачу налога больше, но в налоговом, в бухгалтерском учете. Отложенный налог у нас с вами равен 300 тысяч. Если мы с вами посчитаем, сколько всего налога на прибыль. Мы как раз с вами выйдем на чистую прибыль, которая будет равна прибыль убыток до налогообложения минус налог на прибыль 300 тысяч. Мы получили с вами миллион 200 чистую прибыль в бухгалтерском учете минус 300, что я потом заплачу в бухгалтерском учете. В налоговом учете все у нас с вами будет наоборот. Я возвращаюсь к нашему примеру. В нашем примере мы, наверное, с вами подведем итоги, каким образом у нас с вами закончился год. Но сделаем это уже на входящих остатках 2021 года. Всего лишь мне надо здесь скопировать то, что мы с вами изобразили, и каким-то образом откорректировать. Значит, смотрите, в бухгалтерском учете этот счет у нас с вами закроется целиком и полностью и будет перенесен на 84 счет. 68 счет мы видим с вами, что сальдо у нас нулевое, и мы как раз также можем эти записи удалить. В налоговом учете также сальдо нулевое, а вот 97 счет я, наверное, как раз покажу, что полтора миллиона – это будет сальдо входящее. В бухгалтерском учете по 0,9 счету у нас с вами 300 тысяч. Вот от этого мы будем с вами отталкиваться. И как раз по результатам примера у нас с вами за первый квартал прибыль, которую получили мы с вами составила 500 тысяч рублей. А если у нас с вами прибыль составила 500 тысяч рублей, ну, допустим, в бухгалтерском учете у нас с вами такие же величины. Единственное, что да, там же у нас были убытки, и Excel считает сейчас у меня в другую сторону, поэтому, конечно же, мы с вами здесь исправим. Сальдо у нас будет конечная в обязательном порядке кредитовая. Налог на прибыль по данным декларации, какой у нас с вами составил, я еще пока не знаю. Почему? Потому что вот, наверное, вот эти 500, не эти 500, а вот эти вот 500 тысяч по данным налогового учета мы как раз с вами увидим в налоговой базе. Вот эту налоговую базу в соответствии с статьей 283 налогового кодекса мы можем уменьшить, но не более чем на 50%. 50% относится именно вот к этой величине. Соответственно, если у нас с вами убыток был полтора миллиона, это означает, что я уменьшаю на 250 тысяч рублей в налоговом учете базу по налогу на прибыль. И, соответственно, показываю вторую часть проводки в налоговом учете 250 тысяч. Налог на прибыль я буду начислять по данным бухгалтерского учета, а в дальнейшем я его буду корректировать на отложенные налоги. Проводку, которую я сейчас напишу, будет по начислению условного расхода, да, то есть условный, потому что он обязательно должен быть скорректирован вот до того самого налога, который мы получим по данным декларации по налогу на прибыль. Вот теперь я могу определить, что данные декларации по налогу на прибыль, в которых мы видим с вами теперь налоговую базу, уменьшенную на сумму убытка, полученной в прошлых периодах, равна 250 тысяч рублей. 250 тысяч рублей я умножаю на 20% и выхожу на 50 тысяч налогов на прибыль, которые я должна заплатить. В бухгалтерском учете мы сейчас с вами начислим условный расход. Проводкой дебет 99, кредит 6804. 500 тысяч умножить на 20%. 100 тысяч платить этот налог я не буду, потому что я буду платить налог по данным декларации по налогу на прибыль. Вспоминаем, что у нас с вами были отражены в расчете отложенного налога бухгалтерская стоимость, равную 0 убытку, перенесенного на будущее, потому что в бухгалтерском учете нет его. И тот убыток по данным налогового учета, который мы с вами будем переносить. Это у нас с вами будут данные, от которых мы будем начинать свой 2021 год. Но уже балансовую стоимость, налоговую величину мы здесь показывать будем на сегодня. Всегда буду показывать на сегодня. Но вот здесь может быть у меня какой-то недочет, да, 31 января все-таки здесь. Соответственно, я, наверное, теперь вот этот вот отложенный налоговый актив, который у меня по состоянию на 31.12.2020, буду в 2021 году отражать именно как входящий. А вычитаемая разница полтора миллиона. Я начинаю год с того, что у нас с вами полтора миллиона временная вычитаемая разница и отложенный налоговый актив на 0.9 счете 30 тысяч. Ну, может быть, да, скажу, что это у меня будет на 31.03. И мы сейчас с вами определяем по состоянию на конец отчетного квартала именно то, в каком состоянии у нас с вами убыток, который перенесен на будущее. А у нас с вами балансовая стоимость по-прежнему 0, а налоговая стоимость и величина 1.250.000. В результате разница, опять-таки, получается временная вычитаемая 1.250.000 вычесть именно тот убыток, который еще не принесен, будет отрицательный показатель. И ОНА или отложенный налоговый актив у нас с вами должен быть в размере 250.000 рублей. Мы с вами сравниваем данные на начало года. Мы с вами сравниваем данные на дату формирования декларации бухгалтерского баланса. И мы с вами должны ответить на вопрос, а что у нас с вами изменилось. Да, изменилось. Разница изменилась на 250.000. И у нас с вами ОНА погашен на сумму 50.000 рублей. Проводка в бухгалтерском учете, я немножечко вернусь сейчас наверх, поднимусь, будет обратная. Обратная. Обратная проводка в кредите 0.9, в 9.68. То есть здесь мы начисляли, а мы теперь будем погашать. Ваши ОНА в бухгалтерском учете. 68.04.09 на сумму 50.000 рублей. Теперь здесь мы с вами можем эту проводку написать. У нас с вами дебит 68 счета 50.000. У нас с вами кредит 0.9 счета 50.000. В результате ОНА у нас сейчас как раз 250.000. В результате у нас с вами налог на прибыль к уплате и налог на прибыль по данным бухгалтерского учета равен. Вот налога на прибыль по данным налогового учета, такого не бывает. Бывает налог на прибыль по данным налоговой декларации. То есть он в налоговом учете не начисляется. Уважаемые коллеги, но если будем опять-таки продолжать наш пример, то мы можем опять-таки за основу мы с вами взять вот тот самый второй квартал. Я его скопирую, здесь ставлю, помещу. Мы будем с вами, наверное, отталкиваться от того, что будем продолжать. В бухгалтерском учете мы получили с вами миллион. В налоговом учете мы с вами получили миллион или полторы тысячи. Вот те самые прибыли. Ну, наверное, нужно что сделать? Начислить налог на прибыль по данным бухгалтерского учета. Он у нас с вами будет равен полтора умножить на 20 процентов и за вычетом того налога, который мы уже с вами исчислили. Но я думаю, что вы мне поверите, что это будет как раз величина 200 тысяч рублей с миллиона. Да, Валентина, спасибо, я вижу. Такую же запись мы с вами сделаем по 60. Ну, может быть, знаете, давайте так, чтобы не путаться с заплатим. Заплатили мы с вами налог на прибыль, это было платежное поручение. 200 тысяч налога я сейчас начисляю и я обращаю ваше внимание, что на 50 процентов мы можем уменьшить всю налогооблагаемую, всю нашу налоговую прибыль, налоговую базу. Но на 250 мы уже уменьшили, значит, 750 это 50 процентов от полутора миллионов, минус 250 уменьшаем на 500 тысяч. Убыток, принесенный на будущее, также у нас с вами уменьшается, и мы, наверное, будем отталкиваться, что налог на прибыль по данным декларации у нас с вами должен быть равен. Но тут можно немножечко, да, так скажем, запутаться. Почему? Потому что вроде как идет нарастающий ток. Мы с вами должны взять полтора миллиона, полтора миллиона, вычесть 250 тысяч тот убыток, который мы принесли в первом квартале, вычесть 500 тысяч тот убыток, который мы доперенесли во втором квартале, и мы с вами входим на величину 750. Но от этих 750, которые у нас здесь есть, получается, что мы должны были бы 750 умножить на 20 процентов, от них еще нужно отнять тот налог, который мы уже исчислили в первом квартале. То есть получается, что здесь у нас с вами 100 тысяч рублей. По данным бухгалтерского учета 200 тысяч рублей. Снова мы с вами идем в расчет отложенного налога, но это у нас уже будет за январь и июнь. Вычитаемая временная разница на первое число у нас с вами не изменяется, а вот уже налоговая величина убытка сейчас равна 750 тысяч. И такая же величина вычитаемой временной разницы. ОНА у нас с вами автоматически, ну в программе тоже все будет автоматически, если сделать некие там записи и операции. ОНА у нас с вами равен 150 тысяч рублей. Мы с вами уже фиксируем изменения вычитаемых временных разниц нарастающим итогам. То есть они у нас изменены на 750 тысяч. ОНА, который у нас с вами погашается, равен 750 умножить на 20%, 150 тысяч рублей. Но я обращаю ваше внимание, сейчас у меня должно быть здесь 150 тысяч рублей. Поэтому когда у нас с вами будет погашаться ОНА, мы будем с вами погашать его. Вот может быть я вот здесь так напишу на 150, но за вычетом того, что уже погасили нарастающим итогом. Значит сумма проводки у нас с вами будет 100 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей мы погасили с вами ОНА, на 100 тысяч рублей мы с вами уменьшили налог на выбыль. Уважаемые коллеги, я бы хотела сейчас предоставить слово нашему менеджеру Валентине. Валентина, пожалуйста. Алло, меня слышно? Меня слышно? Я менеджер по работе с клиентами, зовут меня Валентина Басова. Вы сейчас прослушали замечательный мастер-класс, автором которого является один из наших ведущих преподавателей практиков данного направления Санкина Екатерина Викторовна. Хотела бы пригласить вас к нам учиться обязательно на курсы, которые проводит она и ее коллеги, как в очном, так и в онлайн формате. Разумеется, я не могу перечислить абсолютно все курсы, которые проводят и Екатерина Викторовна и коллеги, но назову часть из них. Кроме того, могу предложить преимущества использовать по получению широкого спектра знаний и практических нагрузок. Если вы приняли решение пройти обучение на курсах или у вас возникли вопросы, пишите, пожалуйста, на нашу общую почту. Или конкретно мне. Собственно, я и мои коллеги сможем оказать информационную консультацию полную для того, чтобы вы смогли получить качественные и полезные для вашей практической деятельности знания и навыки. Собственно, я могу продолжить? Это первый выбор различных форм обучения. Самое главное, чтобы преподавать в это время был свободен. Если у вас есть вопросы, я попрошу их задать. Уважаемые коллеги, но я надеюсь, что, может быть, пока я хочу попрощаться с вами, пожелать вам доброго здоровья, успехов в работе. Может быть, да, увижу какие-то вопросы, которые пишут. Тем не менее, спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Спасибо за доверие, которое вы оказываете нашему учебному центру.